Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисус Христос, Сын Божий, моли-то о любви чистой Твоей Матери, силою честного, жертвуящего Креста, и Святого Ангела Моего Хранителя, и всех ради святых. Помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Берси. Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, Вездесущий и Весьмир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава от Свои Сына и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети из цели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от Свои Сына и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Став после сна, преподаем стопам Твоим благи ангельскую песню, оглашаем Тебе сильнее. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвой Богородицы, помилуй нас. Слава от Свои Сына и Святому Духу, с постели от сна, Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце, и открою стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвой Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвой Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от Свои Сына и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивый и грешный, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычно этого человеколюбия, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слов Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою стану, и чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю нашему Богу. По 17-й. Я готов. Господи, кто может пребывать в шилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце Своем. Кто не клевещет языком Своим, не делает искреннему Своему зла, и не принимает поношения на ближнего Своего, тот, в глазах которого презренно отвержены, но которых боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра Своего не дает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим все желание Твое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу Сужому. Я не возлюю кровавых возлияния их и не помяну именных устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятное для Тебя. Благословляю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня утро внутренность моя. Всегда я видел пред Собою Господа, ибо надестую меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвелился язык мой. Даже плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в ваде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости или прелесем Твоим. Блаженство Твою в денице вовек, в деснице Твоей вовек. Услышь, Господи, правду мою. Внем ли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возряд отчет Твоей на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, и искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову, уст Твоих. Я охранял себя от пути притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не поколеблю со стопы моей. Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Деви дивную милость Твою, спаситель уповающих на Тебя, от противящейся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не изложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не изложи их. Избав душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукой Твоих, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Псалом 17. Хватит. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мою недостойную усталость, свалить Святое имя Твоего, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от зная, посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, припадая к стопам Твою, вызываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подняю и не обеспечено лежащего, и спаси меня, стоящего при Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Молодыка, человеколюбче, став после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем. И избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и вели в царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу Твоему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого врачского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божий сил бесплодных всякой плоти, на высотах небесных живущей, озирающей долг земные, наблюдающей сердца и помыслы, ясноведающей тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольной и невольной. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь, неземной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славы воздать каждому по делам Его, да найдет он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его. И готовы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость велищих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир. Тебя воспевают все творения, веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный брести мой бедной души несчастную жизнь, не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злобу демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во всей дни жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, всескверные, лукавые, хуйные, помышления от несчастного моего сердца и от помраченного Вам его. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Ольга, Владислав, Елена, Марина, Олег, Сергей, Ибо мы усердно пробегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева Радости, Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, Игнатия, батюшку Иакима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай в Твои земные небесные блага, не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, дары на здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, и всех православных христиан. Простим все и грехи, вольные и невольные, дары им Царствия Небесные. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувима, и несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву о непречистой Твоей Матери, преподобных боголосных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых придаем на Твое попечение защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добрительно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный аспект труда. Избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов. От всяких скверных страстей, нечестивых, беспорядочных людей, ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, воззри на детей наших. Не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия. Просвети их светом Твое благоразумие, чтобы они скоро уразумели и развоили изучаемые предметы и потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего и на свое спасение. Потому что Ты, источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно. И во веки веков. Аминь. Ольга, почитай Семипоклонную. Вот здесь после каждого предложения делайте поклон. Кто земной, кто поясной, кому как больше нравится. Господи,используйся, Erik, естер inne, Божий, помилуй меня. Как лох на, Господи,используйся, Боже, помилуй меня, грешный. Господи, стойте, христиане Божии, помилуй меня, грешный. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог Егоба, а воочию услышь молитву нашу. Помилуй, прости меня, грешный, тайная явная, в уме и помышлении, в одни и в ночи, в повседней жизни, великий мало моей грехи прости, и с огла, с которой я подаю имя. Где я падала и вставала, Господи, но благодарю Тебя, Тебя никогда не давал мне отчаяться спасению. Слава Тебе, это помощь Духа Твоего с отталом и молитва святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, который даровал мне веру Твою святую. Страх Божия, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, который дал мне Твою святую Библию, и указал на толкование святых отцов, как истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресноделая Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, покоя мох форм любви Твоей, скорбях и печалях, естественных обстоятельствах, и помогала мне. Спасала от позора, поношения, посрамления, от ступенчества и измены. Хвала Господу Богу нашему за ходатайство Девы Марии и за рот человеческий. Дивная заступница наша, Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешной. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых, злобных духов, которые могли погубить бы сразу, без покаяния не отпусти из жизни, и в транспорте, и всюду Ты хранила меня. Благодарю Тебя, хранил меня, благодарю Тебя, ангел, и смертный час не покинь. И на мытарствах проведи, да, Царство Небесное. Душу мою, и веди ее навеки в вечное Царство Небесное. Иоанн Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нажить в бедности, быть благочестивыми и довольными, довольствоваться пропитанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольствовавшись и малым, и искать прежде всего Царство Божие, правды Его, и не бояться начастущих и правителей грозных. Не участвовать в бесплотных делах мы, но и обличать и устоять в верности Богу. Каждому додорую Господь жильем. Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец, образ фотости и воздержания, добрая хипасты, моли Бога о нас, Господи. Слава Тебе, засвятитель Господи Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Божий наш, слава Тебе, хвала Тебе наш милосердный. Святые пророки Илья, Елисей, Енах, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неемия, Амус, Наум, Исаия, Еремия, Бару, Физики, Ира, Сия, Иаиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и Отропи, пророк Михей, молите Бога о нас, Господи. Слава Тебе за Святую Библию, за дельных пророков, которые движимы Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим, Святым, Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас спящими, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками, истинной верой и сосудами, полными еле добрых дел, соделанных Духи Цветом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и терапимы, все небесные силы предсов Божия предстоящие, молите Бога о нас. Святые всеквальные апостолы, первоиховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Луха и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира сего, Владимира, Демитрия, Дональда Трампа, ангелы Мерфи, Эрдогана и всех прочих правителей, да продлится еще мир, дай нам еще священника и место для занятий, определи нашу участь как Тебе угодно. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Святые мученики и мучницы, Игнатий Богоносец, Полихард Смирский, Юрский анфилософ, Косма и Дамиан, Андрей Стасилат, Иорон Мучник, Климент Анфирский, Климент Римский, Анфимник Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и сорок святых мучеников, царь Николая и святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас! Господи, укрепись, Отца наше, в слове Твоем, чтобы и малые дети верили искренне в Тебя, и в гонениях, и в искушениях, не допусти до принятия антихистов в печати на челой и на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуд, Афанасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Феодосий, Корнилий, Иофф, Почаевский, Сергий Радонежский, Степан Термский, Ферафим Саровский, Антабольский, Антабольский, Антарштадский, Антаршанхайский, Кирилл и Мефодий, Митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, и все переводчики священного Писания. Молите Бога о нас! Да помилует и спасет Господь нас! Да дарует нам жажду исследовать священные Писания, Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, А они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, Спаснись сердец патриарха, Митрополитов, Епископов, Священников, Диаконов, Тех, кто являются служителями Твоими И всего народа Твоего, Тех молящихся Тебе, Господи Божий наш, Даруй всем духовное рождение Свыше и водительство Духом Твоим святым, Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего, Татаго. Ты же жены и девы, Стекла первомучница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матери, София, Наталья и Андриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Ахила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, Молите Бога о нас. Старый Господь, Девам и женам, Послушание, Молчание, Целомудрие, Стыдливость, Сохрани, По руганий и нападений Недобрых людей. Бала Тебе, Слава, Чести, Поклонения, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Боже, С милостью буди мне грешной, Создави меня, Господи, Помилуй меня. Весчисла я согрешила Тебя, Господи, Прости меня, Грешный, Помилуй. Господи, Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас, По благо нам. Господи, Прими нашу молитву о всех, Поповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Господи, Говори, Слушай, И дослышат рабы Твои. И дослышат рабы Твои. Аминь, Аллилуйя. Здравия утром всем. Аминь. Здравия утром. Редактор субтитров А.Семкин Аминь. Корректор А.Егорова Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема о семье. Часть первая. Муж и жена сотворены Богом по образу и подобию Божию. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Книга Бытие. Первая глава. Двадцать седьмой стих. Любое человеческое общество при нормальном развитии основывается на трех столпах. Вера в высшее.